Привет-привет! У меня сегодня утро доброе. Пью чай и в окно вижу этого красавчика. Надеюсь, и у вас утро сегодня доброе. А дальше мы продолжаем исследовать Камбрию. Сегодня мы приехали в Мэрри Порт. Сюда мы приехали в надежде купить свежих крабов, ведь здесь продают рыбу и крабов прямо с корабля, когда тот заходит в порт. Дни и время, когда это происходит, мы не знаем. Приехали посмотреть, а вдруг повезет. Этот город расположен недалеко от национального парка Лейк Дистрикт в северной части бывшего Камберлэндского угольного месторождения. Это один из самых южных городов Солуэй Ферд. Железнодорожная станция Мэрри Порт находится на береговой линии Камбрии. Время 10 часов утра, и я смотрю, что полным ходом уже идет отлив. И на крабов, если они, конечно, сегодня были здесь, мы уже опоздали. Хотя и это не страшно. Успеем в следующий раз. А сейчас осмотрим это место. С первых дней своего существования в качестве рыболовного порта и своей более поздней истории в качестве порта в Георгианскую и Викторианскую эпохи, Мэрри Порт всегда был тесно связан с морем. Римляне быстро осознали оборонительный характер береговой линии как продолжение вала Адриана. Их великая граница простиралась вдоль залива Солуэй Ферд и вниз по западному побережью. Побережье Солуэй, обращенное на запад, предлагает обширные виды и великолепные закаты над Ирландским морем, которыми можно насладиться во время прогулок по набережной. И мы решили, что сегодня попозже приедем посмотреть и закат. Территория вокруг Мэрри Порта была в основном необитаемой до прихода римлян около 70-го года нашей эры. 50 лет спустя, в 122 году нашей эры, по приказу императора Адриана они начали строительство стены, которая обезопасила бы северную границу их могущественной империи. Он начинался как дерновая стена, но позже была превращена в камень. Участок, выходящий на западный край Солуэй Ферд, не имел навесной стены, но имел ряд фортов и сигнальных башен, расположенных через стратегические промежутки для обеспечения береговой обороны и линий снабжения. Рядом с Мэрри Портом римляне построили крупный форт на перекрестке с римской дорогой, ведущий Пап Кассел. Римляне оставались здесь примерно 250 лет, уйдя в 410 году нашей эры и сдав эту территорию романо-бритским племенам, которые, в свою очередь, были колонизированы поселенцами-викингами. А позже сюда пришли норманны, построившие здесь прекрасные церкви. Говорят, что в 1796 году в Мэрри Порте был небольшой маяк. Пять лет спустя в отчете он был описан как масляная лампа с двумя отражателями. Этот пирс и маяк, который вы видите сейчас, был построен здесь в 1846 году. Этот маяк считается старейшим чугунным маяком Великобритании, хотя он больше не служит навигационным огнем. И также он считается одним из старейших чугунных маяков в мире. Его высота 11 метров и состоит он из восьмиугольного металлического постамента, колонны и фонаря. Первоначально он был газовым освещением. Этот маяк занесен в список памятников архитектуры второй степени и был отреставрирован и перекрашен в 2017 году в рамках государственной инициативы по реконструкции приморских городов. Экономика региона и появление промышленного потенциала самого города развивались в основном благодаря горнодобывающей промышленности и морской торговле. Но с тех пор эти отрасли пришли в упадок, и теперь город полагается на туризм как основу своей экономики. Здесь есть аквариум, морской музей Мэри-Порта и римский музей. В последнем находятся многочисленные римские артефакты, которые были раскопаны в окрестностях римского форта. Итак, мы вернулись сюда, ближе к закату. Время примерно 8 часов вечера, и как видите, воды здесь вообще нет. После заката опять начинается прилив, и все заполнится водой. Это съемка середины августа. А это 39-тонный стальной разводной подъемный мост длиной в 20 метров через устье Элизабет-Дог в гавань Мэри-Порт. Город Мэри-Порт обязан своим существованием добычи угля и дальновидному прокровительству Хамфри Сенхаус. В начале 18 века этот район был не более чем рыбацкой деревушкой в устье реки Эллен, принадлежавшей семье Сенхаус. В 1749 году Хамфри Сенхаус получил парламентский акт о строительстве нового города и гавани, чтобы конкурировать с Whitehaven. Хамфри назвал город в честь своей жены Мэри. Город быстро расширялся. К 1800 году в нем проживало 3000 человек и было 90 кораблей. Мэри-Порт был построен с целью извлечь выгоду от открытия близлежащих месторождений угля. Первоначально уголь привозили на вьючных лошадях и загружали на суда для экспорта. В 19 веке было завершено строительство железной дороги Мэри-Порт-Карлайл и построены новые корабельные доки, что позволило ввозить и вывозить больше количества угля, железной руды, стальных рельсов, древесины, хлопка, крупного рогатого скота и других товаров. В пиковый 1845 год из Мэри-Порта было отправлено более 300 тысяч тонн угля. Когда мы были утром, здесь было много рыбаков, и вечером то же самое, очень много рыбаков. Смотря на закат, мое внимание привлек один рыбак, он что-то поймал. Кого он поймал, я не знаю, но, как видите, рыба довольно большая. И к слову о рыбах, возле Мэри-Порта очень часто видят дельфинов. Одним из наиболее распространенных видов дельфинов, которых можно увидеть возле Мэри-Порт, является афалина. Фактически, дельфин афалина по имени Марра проставился тем, что в 2006 году пробовал в гавани Мэри-Порта несколько недель. Другие виды китообразных, которых можно увидеть вдоль британского побережья, включают в себя морских свиней, малых полосатиков, белоклювых дельфинов, обыкновенных дельфинов и косаток. А этот счастливчик, как всегда, взвесил рыбу, с ней сфотографировался и отправил ее обратно в море. Сколько я видела удачных уловов в Англии, они всегда делают так – взвешивают, фотографируются и отправляют обратно в водоем. А это мы уже увидели конец тренировки спасателей. Как видите, при отливе не так легко и выбраться из моря, поэтому за шлюпкой приехал маленький, так скажем, трактор. И спасатели тренируются, как быстро и правильно загрузить шлюпку на него. А вообще, Mary Port Rescue – это независимая служба спасения спасательных шлюпок на случай наводнения, поиска и спасения. Это означает, что государством она не финансируется, а живет только за счет благотворительных взносов. У них есть команда из более чем 35 добровольцев, состоящая из оперативных членов экипажа береговой и спусковой бригады и персонала, обученных спасателей при наводнении. Они работают вместе со всеми другими службами экстренной помощи в этом регионе, включая береговую охрану, полицию, пожарную службу, скорую помощь и горно-спасательные службы. Их станция открыта для посетителей. Каждый желающий может туда зайти и посмотреть. Мы разговорились с одним из их шоферов. Он нам рассказал очень много интересного об этом месте. Он пригласил нас зайти к ним, но так как было уже поздно, мы отказались, но пообещали заехать в другой раз. Когда придет этот другой раз, я не знаю, но мы обязательно возьмем вас с собой. Судоходство и судостроение были основными отраслями промышленности, и многие моряки жили в роскошных георгианских домах недалеко от доков. С 1765 по 1914 год на верфях Мэрипорта было построено более 280 кораблей. Город был родиной Томаса Генри Измея, одного из великих судоходных магнатов того времени, и владельца компании White Star Line, которая построила злополучный Титаник. Среди других местных судоходных компаний – компания Ritsons, построившая первые железные корабли в Мэрипорте. А сейчас Мэрипорт – небольшой город с населением чуть более 10 тысяч человек. Город является известным на блюзовой музыкальной сцене. Каждое лето здесь проводится фестиваль блюза в Мэрипорт. Трехдневное мероприятие обычно проводится в последние выходные июля и привлекает как местных, так и международных артистов. В Мэрипорте также проводится ежегодный фестиваль кулинарии «Вкус моря», на котором посетители могут насладиться блюдами со всей Камбрии, таким как ромовое масло или мятный пирог «Кендл». А еще Мэрипорт в наши дни – популярное туристическое направление, благодаря прекрасным пляжам, живописному побережью и историческим достопримечательностям. Скульптура высотой более двух метров на берегу гавани выделяется своей серебряной отделкой. Особенно красиво она выглядит на закате. Скульптура была спроектирована и построена компанией «Файер Пит Дизайн» при финансовой поддержке городского совета. Это и все, что я хотела вам сегодня рассказать и показать. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok